Подолимпийская деревня в Токио, на улице 35, жара. Те, кто хочет пробежаться, тоже бегают сейчас вдоль домов, хотят немножечко в тенечке провести свою тренировку и передвигаются именно возле дома, где есть тень, потому что действительно очень-очень жарко и заниматься физическими упражнениями сейчас на улице практически, ну, очень сложно. Корабли стоят, ну, и постоянно кто-то передвигается, постоянно ребята бегают. Ну, вы видите, как жарко, то есть для того, чтобы побегать, нужно даже снять майку. Команда Нидерландов устроила себе такой привал возле своего олимпийского дома. Такое у них вот кафе импровизированное, здесь они отдыхают. Есть у них даже шатер какой-то секретный, с секретными какими-то, наверное, там тренажерами, где они готовятся. Как-нибудь, может быть, заглянем туда. По нашим аккредитациям можно взять любые напитки в любое время, официальные спонсоры Паралимпиады. Что возьмем? Кола-зеро, да, предлагаю, Дим? Да. Подойдет? Да, подойдет. Ура! Вечер в Олимпийской деревне немноголюдно, особенно на улице. Потому что в основном еще у всех идут соревнования, вечерние сессии у многих длятся до 8-9 часов и даже позже. Вот такой красивый вид у нас на залив. Сейчас уже можно прогуляться. Жара немножко спала. Ну, те, кто закончил соревнования, вот имеют возможность прогуляться, купить подарки для своих родных, близких. Есть место и свободному времени, хоть его не так и много. Да, под Олимпийцы знакомятся, общаются и находят новых друзей. Привет! Привет! Вот ребята с Азербайджана. Вот такие автобусики нас тут возят по деревне. Hello! How are you? You're from Inch-Kanfri. Russia? Ah, from Russia. And you? Senegal. Senegal. Привет, Senegal! Hello, Russia! Это наша Олимпийская прачечная. Сейчас команда Египта подошла. Hello? Shopping area? Hello? You go there? Shopping area. Konnichiwa! Konnichiwa! Очень все приветливые, все улыбаются. Мы уже не раз пользовались услугами. Hi, how are you? Thank you! Hello, how are you? Thank you! Помогают нам от всей души. В деревне поражает очень большое количество полицейских. То есть постоянно-постоянно мы находимся под охраной. Практически шагу нельзя ступить, чтобы не увидеть человека в форме. То есть мы к этому, они уже привыкли, они очень все дружелюбные. В нашей деревне есть загадочный объект. Вот такая вот башня. Прямо в центре она стоит. Предназначение ее мы пока еще не выяснили. А это мультикомплекс, многофункциональный центр. Гордость организаторов. Здесь находится поликлиника. Здесь можно получить все услуги медицинские. И сейчас я зайду внутрь и посмотрим, что там есть внутри. Релакс-этаж. Можно отдыхать. Смотреть телевизор. Компьютерные игры. Компьютерные игры. Вот ребята играют. Пляжный волейбол. Массажный комплекс. Есть возможность восстановиться, сделать массаж в специальном кресле. Игра, которая называется Ниндзя. Нужно метать сюрикены. Чем сейчас занимаются наши ребята из сборной России. И, конечно, электронные символы Олимпиады и Паралимпийских игр. Символ Олимпиады. Это такой вот электронный зверек Мирайтова. Всем нам он уже знаком, подвигивает. И сам Эйти. Здесь ее все любят. Она здесь на каждом шагу. Нам сопутствует. Как говорят японцы, прикоснись к сам Эйти и будет у тебя удача.